не хотелось бы рассказать вам подробнее о том человеке который собственно подарил одесситам прекрасный дом на гоголе который почему-то называется шахским дворцом рассказать то что удалось узнать в ходе моих исследований о биографии этого человека зенона карловича бжозовского именно он выстроил этот дом на гоголе родился 12 апреля 1806 года в своем родовом имении в соколовке тогдашний ольгопольский уезд подольской губернии а ныне это юг вининской области его образование было типичным для его круга вначале домашнее образование затем она правда было подкреплено учебой в волынском университете и наконец длительное путешествие по европе с целью увидеть мир и так сказать подкрепить полученные знания но во время этого путешествия в 1835 году он знакомится со своей кузиной анелей мощенской и молодой человек сразу в нее влюбляется причем влюбляется настолько сильно что делает предложение но все попытки добиться ее руки оказались безуспешными и безутешный он в этом гнетущем настроении приезжает вечный город в рим и там может быть на свое счастье для такого настроения это наверное то что нужно знакомиться сразу с двумя выдающимися польскими поэтами графом зигмундом красинским и юлюшем словацким наряду с адам мицкевичем это их польское все о том как адам мицкевич связан с нашим городом наверное вы знаете а вот а юлю еще словацком известно меньше зимон карлович находился с ним в приятельских отношениях интересно что сам словацкий своих письмах упоминает о нем как о художнике он пишет что приезжал сюда проездом из флоренции художник джазовский путешествие по краю то есть зимона карлович он представляет не как помещика миллионера а как художника некоторые произведения джазовского мы чуть позже с вами увидим видимо там же зимон поделился со словацким своей трагедии своей истории любви и она сильно впечатлила поэта считается что словацкий вывел образ аннелий машинской безответной любви зимона карловича своей поэме беневский джазовский словацкий затем вместе совершили экспедицию на восток это путешествие было в совсем в духе того времени сравнительно недавняя наполеоновская экспедиция в египет когда вместе с армией наполеона прибыли ведущие французские археологи ученые художники и принесли в европу эту неизвестную и загадочную культуру плюс в 1822 году были прочитаны древние иероглифы все это невероятно подогревало интерес к востоку восток тогда был авиант среди романтиков славы страны бедуинов первобытных и свободных сынов пустыни путешествие в эти сказочные по тогдашним европейским представлениям страны совершили многие выдающиеся люди той поры например джордж байрон и франсуа шоттабриан не избежал восточной лихорадки и даже анаредо бальзак это увлечение проявлялось и в моде европе запросто носили тюрбаны халаты можно было встретить людей в этих одеждах прямо на улице поэтому ничего удивительного что два образованных молодых человека решили отправиться в египет эта экспедиция очень широко освещена в польской литературе они изнанимала работ и книг я остановлюсь только на том что понравилось мне начнем с денег вся поездка видимо была осуществлена за счет денег зенона карловича бжезовского об этом пишет например дядя поэта теофилл янишевский у него достаточно денег на всю поездку потому что от попутчика зенона бжезовского его почти заставили взять тысячи рублей с условием что он вернет ему за четыре года так что с этой стороны спокойно путешественники отправились путь 24 августа 1836 года они побывали в греции египте в сирии путешествие которого сам словаски несколько побавился началось не без приключений в начале был сильнейший шторм и они даже пели песни скажем так на религиозные темы помимо обычной версии что путешественники просто отправились посмотреть мир существует конечно и конспирологическая версия из разряда так скажем шпионских так уважаемый журнал national geographic пишет что недельное пребывание слова скрип жазовского александрии заставляет некоторых исследователей выдвигать тезис о том что поездка была также своего рода политической разведкой на ближнем востоке по заказу князя адама черторийского помните такого персонажа князь адам черторийский еще недавно друг достаточно близкий друг императора александра первого член его негласного комитета из ближайшего окружения входил в ближайшее окружение императора мало того он долго служил министром иностранных дел российской империи но теперь адам черторийский по другую сторону баррикад он пламенный борец за свободу польши напомню что тогда больше в результате трех разделов между россией австрии и германией точнее пауссии перестала существовать как независимое государство и вот естественно те поляки которые были против этого участвовали скажем в работе по созданию вновь независимого польского государства и одним из ярких его это одним из ярких лидеров этой борьбы собственно и был князь адам черторийский но надо также сказать что действие это путешествие происходит через несколько лет а именно через пять лет после подавления польского мятежа ну тут кому как нравится польского мятежа или польского восстания кто какой стороны придерживается факт остается фактом тогда князь адам черторийский был одним из лидеров этого восстания а сейчас он продолжает оставаться лидером но уже правда в париже во дворце организовывает возможное работу по возможному продолжению этой борьбы ну для меня адам черторийский интересен еще и тем что это последний частный владелец очень интересного имения меджи бош то сейчас хмельничка хмельницкой области вернемся к national geography словацкий якобы будет искать оставшихся там в египте на востоке поляков и исследовать их возможную пригодность для роли агентов князя известно что поэт провел несколько политических переговоров относительно легко добирался до людей высокого уровня я не знаю честно говоря сколько справедлива эта версия сколько она вообще имеет право на существование потому что честно говоря ума не приложу сколько тогда в египте или в любой другой стране востока могло быть тех самых поляков да еще и тех которые могли бы чем-то помочь князю адаму черторийского в его нелегкой борьбе ну вот есть такая версия тоже нам же наверно более интересно принимал ли наш с вами герой зенон карлев жозовский в том самом восстании я могу определенно сказать что он не сражался то есть какого-то вооруженного участие в вооруженном мятеже он не принимал это однозначно хотя бы потому что у всех участников вооруженных восстаний отбиралась отбирались поместье у зенона карловича ничего не было конфисковано скорее наоборот его отец карл феликсович бжозовский в 1852 году выдвинул требования к тому самому князю адаму черторийского в петербурге хранится дело о претензиях графа броницких помещика евстафия собанского и карла бжозовского к имуществу мятежника князя адама черторийского датировано 1852 года но какое-то участие в событиях 1831 года зенон карлович все таки мог иметь почему я так думаю потому что мной найдены документы министерств по министерству внутренних дел по полицейской части совершенно секретные которые свидетельствуют о том что зенон карлович находился под контролем полиции этот документ правда датируется значительно более поздним сроком а именно 1864 года но тем но тем значимее он является потому что прошло уже 30 лет а он все еще по наблюдениям документ этот гласит следующее министерство внутренних дел одесского полисмейстера 29 июня 1864 года его превосходительству господину одесскому градоначальнику рапорт 22 числа июня получено мною требование судебного следователя первого участка ольгопольского уезда за номером 520 которым требовалось допросить проживающего в городе одессе помещика того уезда зенона бжазовского по предмету отысканных в шкафе в имении его огнестрельных снарядах и обязать подписку они от лучки его из одессы без разрешения начальства впред до окончания производимого дела по требованию этому бжазовский допрошен подробно и обязан подписку 23 июня а допрос подпиской всей перепиской у того же числа отослали и мне доложили об этом о чем вашего происходительства честь имею доложить полковник краузы полковник краузы это одесский полицмейстер и так из этого документа мы видим что зеленый карлыч и через 30 лет был под подозрением и через 30 лет у него производились в имении обыски и то что нам с вами также интересно что в это время он жил в одессе но пожалуй хватит с этими страстями вернемся к нашим путешественникам и вернемся к этой конспирологической версии о том что путешественники занимались политикой среди людей высокого уровня которые посетили наши приятели в своем путешествии самым важным пожалуй самым интересным был наместник египта мохаммед али кстати это имя мохаммед али будет еще не раз так или иначе в истории так называемого шахского дворца наместник египта мохаммед али был албанцем который во время египетской кампании наполеона сражался с ним как командующий албанцами в турецкой армии после ухода французов он смог получить определенный суверенитет от турецкого султана египет тогда принадлежал турции умный амбициозный жестокий он завоевал значительную часть аравийского полуострова часть судана сирии палестины и калики сумел наладить отношения с россией и францией открыл египет для европейского влияния этот неграмотный человек был великим реформатором всех сторон жизни египта и египет при нем взял на себя роль независимого такого формального лидера арабского мира мохаммед али встретил наших путешественников очень вежливо долго присидел с ними беседуя об изменениях которые он проводил в египте это цитата из воспоминаний о диноне карла чем жузовским жузовском написанных его сестрой к саверии грохольской в египте юльвиш словацкий посвятил зенону стих который скорее можно назвать наверное толстом он звучит как называется поздравление с новым годом это всего семь строк но согласитесь приятно когда тебе пишет один из величайших поэтов мелочь а приятно ну и следуя последним европейским тенденциям мы поговорим немного о заднице какие были настоящие взаимоотношения между юлешным словацким зеноном джозовским мы не знаем ну разве что вот и в одном из писем своей матери юлеш словацкий пишет джозовском как о непоэтичном попутчике с которым мы никогда не понимали друг друга причем же здесь задница ну я писал выше о том что среди знакомых зенона джозовского помимо юлеша словацкого был также граф зигмунд красицкий поэт и известный любитель древности возможно он-то и вдохновил собственно словацкого на путешествие на восток они дружили еще до знакомства юлеша со джозовским но тем не менее юлеш поехал именно с ним подозрительно и конечно же биограф словацкого ян зелинский современный биограф идя в русле последних европейских веяний утверждая что это была не просто дружба и в доказательство приводит раздраженную реакцию красинского на отъезд своего друга из италии я удивлен что задница в жазовского отправилась в египет другом письме он пишет он пошел еще дальше он был возмущен тем что словацкий выбрал себе попутчики величайшего дурака под солнцем и луной одаренного золотом и глупостью можете вправду ревновал как бы там ни было но вскоре си и наши приятели расстались видимо это самая одаренность золотом взяла свое и зенон карлович по случаю прикупил прекрасных арабских скакунов целый табун и теперь ему нужно было их переправить сначала в константинополь оттуда в одессу оттуда к себе соколовку через некоторое время словацкий пишет зена бжазовский мой спутник женился но он не писал мне он должно быть забыл меня конечно же бжазовский прежде всего был предпринимателем помимо упоминавшийся соколовки мы принадлежали еще 16 примерно сопоставимых по размерам имений ему принадлежал также дворец варшаве ну и как мы знаем дворец в одессе в этих всех имениях проживала вдумайтесь только в эти цифры 30 тысяч населения то есть он руководил тридцатью тысячами это целый город хозяйство имения бжазовского было организовано образцово с использованием передовых по тем временам методов ведения сельского и другого хозяйства чего стоит только например метеорологическая станция которую при сахарном заводе выстроил зенон карлович уже на закате своей жизни в 1874 году будучи католиком он построил две православные церкви своих имениям он занимался и общественной деятельностью был предводителем дворянство сначала балтского уезда а затем всей подольской губернии участвовал в заседаниях подольского губернского дворянского комитета для улучшения быта помещищ и крестьян эти комитеты создавались в преддверии знаменитой реформы 1861 года освободивший крестьян польские источники пишут что он как дед и отец еще до освобождения крестьян вот этой самой реформы 61 года отпускал на волю всех кто этого желал ну видимо польские источники либо знают что-то такое чем мы не знаем либо желающих нашлось не так много в общем сомнительно это все никаких свидетельств о том что бжозовский об массе отпущенных людей на свободу от бжозовского документах нет но тем не менее для своих крестьян и для своих работников бжозовский делал немало он строил школы больницы нанимал в них персонал строил приюты награждал за старания способных обучал за свой счет некоторых даже посылал учиться за границу среди тех кому он помог были выдающиеся люди например зимун фалинский он оплатил его обучение сначала в московском университете а затем в париже позднее фалинский стал архиепископом варшавы а после своей смерти был канонизирован католической церковью другим примером является крестьянин иван соколенко вошедший в историю как художник иван заседатель он служил при буфете помощником в имении бжозовского и как заприметил зенон карлыч все свободное время посвящал рисунком делая их на клочках бумаги на салфетках на чем угодно зенон карлыч сразу определен в школу а позже обратился к своему родственнику в Виннице графу тадеушу грохольскому который как раз собирался в париж он попросил его взять ивана с собой в париже тот определил ивана соколенко мастерку знаменитому художнику бана где тот вскоре стал заниматься копиями с произведений старых мастеров но надо сказать что конечно не только копиями занимался иван заседатель но и делал прекрасные портреты и вошел в историю как хороший портретист и вернулся в подоле уже иваном заседателем купил в Виннице дом в общем его талант принес ему еще и успех неудачное сватовство на долгие шесть лет отвадила зенона карлыча от создания семьи пока наконец 1841 году он не женился на графине елизавете замойской соединившись таким образом с высшей польской аристократией после свадьбы молодые поселились соколовки дезинон карлыч плотно занимался хозяйством своих многочисленных имений и конечно же я думаю занимался привезенными с востока арабскими скакунами в соколовке был устроен специальный загон с манежем где на я думаю находились эти самые арабские скакуны кое-что от него осталось до сих пор конечно описанное выше мною путешествие на восток было совершенно не единственным в жизни зенона карлыча бжозовского он предпринимал не раз еще поездки в европу в ходе которых он собрал богатую коллекцию картин скульптур книг и других произведений искусства ими он украшал свое имение в соколовке и я думаю часть этой богатейшей коллекции досталась и нашему с вами одесскому дворцу я думаю теперь пора вернуться в одессу строительство дома было закончено в 1852 году он безусловно сразу стал знаменитым архитектурным объектом молодого города и в числе немногих помещен в самом первом одесском путеводителе 1867 года но выглядел он немного не так как сейчас после евроремонта который здесь был сделан на рубеже 20 и 21 века еще 20 лет назад дворец был практически таким же каким он пережил революцию 1917 года то есть за все эти 70 лет его не так сильно меняли как после вот этого самого ремонта так скажем есть несколько версий его изначальной отделки либо здесь вообще не было никакой штукатурки и дворец построен по популярной в одессе технологии так скажем полированного рукучняка который мы с вами можем видеть например на здании кирхи или есть другая версия которую мне подсказал юрий письмак что дворец было отделан и германским камнем в пользу этой версии есть несколько фактов например если внимательно посмотреть на фотографии до этого самого евро ремонта то видно что от дворца отвалились не камни ракушняка а некие плиты более тонкие чем ракушняк наверное скорее всего это и был тот самый германский камень кстати как мы выяснили именно германским камнем была отделана знаменитая колоннада воронцовского дворца и вполне возможно что бжезовский мог посмотреть в соседнем дворце эту самую отделку и применить ее у себя это кстати объясняет и подпись к любопытной фотографии которую мне прислал мой коллега марсин бжезинский фотографии это из коллекции графа генриха грахольского родственника бжезовский в левом нижнем углу на ней написано замок отца в одессе с 1842 года из крымского камня с одной стороны это стопроцентная ошибка мы теперь на основе документов знаем что никакого замка в одессе обжезовских 1842 году быть не могло и даже даже земля тогда еще не была куплена а вот вторая часть подписи может быть объяснена как раз тем что германский камень это ведь камень крымский речь может идти я думаю только именно об отделочном камне так как представить себе что из крыма сюда возили ракушняк при том что в одессе он добывался в промышленных общем-то масштабах это мне кажется не совсем логично и кроме того совсем не экономично а помещики деньги свои считать умели построенный дворец имел отличие от того что мы с привыкли видеть и от первоначального архитектурного проекта гансиаровского это касается прежде всего морского фасада главное изменение это отсутствие треугольного фронтона на косом фасаде соединяющим две башни вместо него сделан прямой с зубчиками такими же как на фасаде по гоголя зубчики эти кстати тоже слегка изменились став крупнее и уменьшившись количестве на главной башне морского фасада со стороны гоголя на проекте мы видим два картуша для родовых гербов скорее всего для гербов джазовского и замойских но вместо них было сделано слуховое окно также нужно сказать что и участок отличался от того который мы с вами видим он был меньше тогда когда построил свой дворец джазовский того места где сейчас двор перед дворцом где первые ворота и где домик привратника не было это было куплено зеноном карловичем позже в 1866 году он выкупил у своего соседа смежный участок земли я очень люблю читать старые документы в них тот дух эпохи который ушел наверное навсегда со всеми и достоинствами и остатками например вот эта купчая крепость на покупку этого самого участка земли само название купчая крепость чего стоит слушайте сам документ лето 1866 марта в 16 день одесский второй гильдии купец исаак давыдов сын красносельский звучит дальше мы узнаем что сей красносельский получил доверенность на продажу земли но не у ее хозяина князя сангушка а у другого господина по имени тит фомин сын махаловский которому князь сангушка еще в апреле 1859 года то есть 6 или 7 лет назад доверил свое владение продать но тот видимо решил этим не сильно заниматься и в октябре 1860 года передоверил это дело купцу красносельскому красносельский тоже как мы знаем не сильно спешил сделка состоялась через 6 лет при этом и бжазовский не сам покупал эту землю от его имени сделку по покупке совершил балский купец роман станислав сын шлеминский а документы на право собственности были отданы вообще третьему лицу коллежскому секретарю викентию звенигородскому невольно вспоминается песенка все хорошо прекрасная маркиза все хорошо все хорошо лично меня вот такая цепочка доверенных лиц при оперировании такими огромными деньгами несколько бы насторожила но там все прошло хорошо возможно нравы были другими все закончилось хорошо и слава богу участок приобретенный зеленым карловичем обозначен как состоящий в херсонской губернии в городе одессе в 74 квартале под номером 5 площадью с 245 квадратных сажений что примерно равняется 1120 квадратным метрам сам князь роман сангушка приобрел эту землю еще в 1859 году видимо с целью ее позже продать потому что никаких обзаведений как тогда говорили там не было то есть участок обозначен был как пусто порожний при этом зеленый карлович купил не весь участок князя сангушка лишь часть его весь участок сангушка оценивался в 17 тысяч рублей зеленом карлович заплатил за ту часть которую он купил 5000 рублей серебром несколько слов о самом князе сангушка вот этот человек о нем не нужно гадать принимал ли он участие в польском мятеже 1831 года или не принимал он в нем принимал и по полной программе за что был лишен княжеского титула и даже вовсе дворянство закован в кандалы и отправлен в сибирь причем пешком он пешком прошел из петербурга в сибирь но вскоре он был отправлен в действующую армию на кавказ где оказал показал себя храбрым военным и после контузии был полностью освобожден княжеский титул ему вернули в 1857 году видимо зеленому карловичу жазовскому не хватало того участка который он приобрел не хватало простора вот появилась такая возможность и он выкупил сангушка этот участок на котором он устроил двор перед дворцом поставил те самые ворота и привратницкий домик собственно сделал то что мы с вами привыкли и видеть до сих пор